Российские войска уже несколько недель не продвигаются на Покровском направлении. При этом имеют успех возле Угледара и еще пяти населенных пунктов. Цель – окружить Угледар. Анализ ситуации на самых горячих участках фронта смотрите далее. Войска РФ продвинулись возле Колесниковки, Катериновки, Водянова, в Спорном, Украинском и в направлении Угледара. Действуют накатами. На Угледар за последнее время было две волны, по три единицы техники каждая, сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс». Продвижение исключительно на всех трех направлениях – Покровская, Кураховская и Угледарская – может обеспечить противнику выходное оперативное пространство. Стратегический план российских оккупантов – окружение Угледара. Для этого они пытаются продвинуться к единственной дороге в город, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ. После падения Водянова, соответственно, ухудшилась и логистика Вооруженных сил Украины, и, соответственно, так называемый коридор, он на данный момент по разным оценкам составляет приблизительно до трех километров. Всю минувшую неделю российские вертолеты активно летали в направлении Угледара и назад – через Мариуполь на Таганрог-Азов. Такая активность крайний раз наблюдалась после захвата остатков руин Маринки и первых попыток быстрого продвижения в Курахово, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. К тому же мариупольцы фиксируют переброску боекомплекта и живой силы на Угледарское направление, сообщает Петр Андрющенко. В последнее время все при Азовье наблюдает резкую активизацию движения резервов в направлении Угледар-Курахова. Российские войска используют тактику «тысячи порезов», отправляют подкрепление на все направления, где есть хоть малейшие успехи. Аналогичная ситуация и на северском направлении, где они пытаются одновременными ударами со стороны Белогоровки и, соответственно, в выемке создать угрозу оперативного окружения украинских сил. Причем позиции в Белогоровке мы держим под контролем, там господствующие высоты. Окупанты несут тяжелые потери в личном составе техники. Было несколько попыток за последние дни при поддержке тяжелой бронетехники прорваться в луп украинские позиции, но все атаки были отбиты. Окупанты не оставляют попыток обойти Угледар с востока. Ключевые события разворачиваются в районе шахт Южно-Донбасская 1 и 3. В районе шахты номер 1 идут бои за Террикон. Это самая большая ландшафтная высота на всем участке. Шахта номер 3 – самый сложный участок для украинских защитников. Окупанты несколько дней равняли ее с землей авиабомбами по принципу «Азовстали». По информации с места событий мы контролируем приблизительно до 60%. Чем примечательны бои в данной местности и за данные Терриконы – это фактически господствующие высоты. Расстояние до Угледара порядка 2,5 километров. Российские войска подорвали ствол шахты высотой 115 метров. Это позитивный момент для ВСУ, ведь теперь оккупанты не смогут воспользоваться этой вышкой для визуального контроля. В одном километре от шахты номер 3 находится небольшой комплекс построек, прикрытый посадками. Здесь вооруженные силы Украины смогут какое-то время сдерживать оккупантов на пути к Богоявленке. Населенный пункт является ключевым к трассе на Угледар. Контроль над Терриконами даст возможность оккупантам держать под огневым контролем соответственно позиции вооруженных сил Украины непосредственно уже в Угледаре. Причем опять-таки, если посмотрим, давят одновременно со всех сторон. То есть и лобовые атаки идут со стороны так называемого временского выступа и соответственно по флангам. На фоне продвижения к Угледару российские оккупанты несколько ослабили натиск на Покровск. Хотя городу сулили тяжелые бои. Возможно, причиной стал непрофессионализм командования на этом направлении. В России раскручивают скандал между двумя операторами беспилотников 1-й славянской бригады и их командиром. Вместо управления дронами их заставили штурмовать Покровское направление в качестве пехоты. Телеграм-каналы опубликовали обращения российских военных. Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» сказал, что замалчивать конфликт с командованием больше не может. Я записываю это сообщение, находясь где-то на позиции 36 в районе населенного пункта Мемрик. Весь отряд бы пола дальней разведки был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту и отправлен штурмовать. Наш командир полка с позывным «Злой» Игорь Викторович Пузик несколько дней назад уже доложил о взятии населенного пункта Лисовка. И, естественно, это неправда. Ничего там не взято. Туда иногда только заходят наши группы, группа союзников, которые все уничтожают. Эта информация... Эта ситуация не уникальна. Так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. Это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Так вот, запомните, войну надо называть войной. Так и случилось. Пилот БПЛА, как и его коллега, который тоже записал обращение, со штурма не вернулся. 13 сентября Z-паблики написали, что оба они погибли. При этом мясные штурмы российское командование не прекратило. Пехоту бросают в район Селидово, Горняка и Украинска. Тяжелая ситуация – это Украинск. Бои ведутся непосредственно в городской застройке. То есть, можем говорить о том, что населенный пункт 50 на 50 контролируется, соответственно, оккупантами. Есть, к сожалению, дальнейшее давление и угроза дальнейшего тактического продвижения оккупантов. Аналогичная ситуация в районе населенного пункта Горняк. По Селидово. По Селидово там тактическое продвижение в районе дач. Это, соответственно, порядка полутора километров непосредственно до городской черты. Покровская, Кураховская и Угледарская направления взаимосвязаны. Их оборона важна для того, чтобы оккупанты не вышли на оперативное пространство. А что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важное.